Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Сегодня мы с вами будем готовить тушеную капусту, но капуста у нас будет не обычная, а пекинская. Она получается очень сочной, вкусной и нежной, и готовится легко. Из овощей нам понадобится, собственно, сама пекинская капуста, обычная морковка и лук-шалот. Если у вас нет лука-шалот, то просто замените его обычным репчатым луком. Лук нужно порезать на достаточно тонкие колечки. Если вы берете репчатый лук, и он у вас крупный, то разрежьте лук на полукольца. Так вам будет удобнее его готовить. Затем берем морковь, очищаем ее и нарезаем соломкой. В принципе, вы можете натереть морковь на терке, но мне просто всегда больше нравится резать морковь именно соломкой. Я делаю так абсолютно всегда и даже на плов. Соединяем овощи в блюде и занимаемся капустой. Капусту нужно нашинковать. Срезаем с капусты хвостики, разрезаем ее пополам вдоль и шинкуем обычным ножом. Здесь все легко и просто. Думаю, вы и так умеете это делать, но на всякий случай я повторю. Кстати, я довольно часто покупаю пекинскую капусту. Она мне очень нравится, и мы даже готовим из нее салаты. Почему-то я люблю ее больше, чем обычную капусту. Теперь берем сковородку, разогреваем в ней достаточно большое количество сливочного масла. Ждем, когда оно полностью растает. Затем выкладываем лук с морковью и все это дело немного обжариваем. Ну, примерно 5 или 6 минут, периодически помешивая. Потом добавляем капусту. Капусту мы тоже предварительно обжарим вместе с овощами. Но так как капуста готовится быстрее, мне нравится все-таки, когда она немного-немного хрустит, мы добавляем ее в последнюю очередь. Немного обжариваем, буквально 3 минутки. Затем добавляем специи. Соль, перец, ваши любимые травы. Я здесь вот положила красный перец, он мне очень нравится. Все это хорошо перемешиваем и дальше тушим. Здесь посмотрите, если у вас капуста не очень сочная, то нужно добавить немножко воды, накрыть крышкой и тушить до готовности. До готовности это значит до мягкости овощей. Капуста при этом может оставаться хрустящей. Приятного вам аппетита!